Добро пожаловать в инфосферу! Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на репортажи с преисподней. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Искайте могил. Участники телевизионного шоу «Охотников за привидениями» «Искатели» во главе с Лэнсом Престоном соглашаются провести ночь в психиатрической больнице, о которой давно ходят жуткие легенды. Запертые на ночь в большом здании больницы, искатели быстро обнаружили, что теперь бороться с призраками придется всерьез, а не понарошку. Так что дожить до утра у них нет никаких шансов. Последние изгнания дьявола Преподобный Маркус Скоттом много лет занимался изгнанием дьявола из бесноватых. Секрет его успеха не столько в проникновенной молитве, сколько в многочисленных трюках и спецэффектах, которые оказывают чудесный психологический эффект на впечатлительную паству. Собираясь на очередной экзорцизм, он приглашает с собой съемочную группу, которая снимает о нем документальный фильм. Ее уверя придется пройти суровое испытание, когда он столкнется лицом к лицу с самим дьяволом. Карантин. Телерепортер и ее оператор делают репортаж о ночной смене Лос-Анджелесского пожарного управления. Рутинный вызов в охваченное огнем здание приводит их к отцепленному полицией дому, из стен которого доносятся страшные крики. Оказывается, что живущая здесь женщина заразилась неизвестным вирусом, и когда власти объявляют карантин, изолируя всех, кто оказался в помещении, внутри здания, единственным свидетельством произошедшего остается злополучный репортаж. МОНТРО. Прощальную вечеринку уезжающего в Японию роба прерывают громогласный рык. Нечто напало на Нью-Йорк, сея панику, разрушение и пожирая людей. Армия бессильна против гигантского монстра. Манхэттен объявлен закрытой зоной, но где-то неподалеку от центрального парка в беду попала девушка роба. ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ Молодая пара проживает в доме, который, как они подозревают, посещается некой злой силой. Чтобы зафиксировать паранормальную активность, они настраивают видеокамеру, чтобы записать свидетельство существования этой силы, появляющейся исключительно ночью, когда они спят. Тут-то и начинается самое интересное и страшное. ДНИКИ МЕРТВЕЦОВ 2007 ГОДА Во время съемок фильма ужасов, Джейсон Крид и его друзья, студенты колледжа, узнают невероятную новость. Вымысел превратился в реальность. Мертвецы восстали из мертвых. Испуганные и растерянные, ребята в страхе бегут домой, надеясь найти укрытие в родных стенах. Но вскоре понимают, что возвращаться им больше некуда. ШЕСТЬ ДЕМОНОВ ЭМИЛИ РОУЗ 2005 ГОДА Фильм основан на реальных событиях. В 1976 году сеанс изгнания дьявола из молодой девушки закончился ее смертью. Священнику-экзорцисту, проводившему обряд, было предъявлено обвинение в убийстве, хотя процесс был официально инициирован католической церковью. В поиске справедливости священник изучает историю появления на земле демона, погубившего девушку, и пытается доказать в суде факт существования потусторонних сил и их способность вмешиваться в жизнь людей. ВЕДЬМА ИЗ БЛЕР КУРСОВАЯ С ТОГО СВЕТА 1999 ГОДА В октябре 1994 года трое студентов-кинематографистов исчезли в лесах штата Мэриленд во время съемок документального фильма. Год спустя отснятый ими материал был найден. Они приехали в лес на черных холмах в штате Мэриленд, чтобы снять документальный фильм о местной легенде, ведьме из Блэр, мучившей и убивавших всех, кто забредал во ее владение. В предании говорится о вековом проклятии, ритуальных убийствах детей, зловещих артефактах и сверхъестественных явлениях. Но не успели студенты, вооруженные 16-мм камерой, углубиться в лес, как безнадежно заблудились. Вокруг них сгущается невидимое зло. Изгнающая дьявола 1973 года В семью известной актрисы приходит беда. Ее несовершеннолетняя дочь начинает вести себя неадекватным образом. Мать полагает, что это следствие ее личной трагедии. Врачи подозревают психическое заболевание и не в силах поставить диагноз. Специально приглашенный священник подозревает, что девочка одержима дьяволом. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!